Коррупция в нашей стране приобрела не просто масштабные формы, масштабный характер. Она стала привычным, обыденным явлением, которое характеризует саму жизнь в нашем обществе. Дачный кооператив «Озеро» был учрежден в 1996 году Путиным и еще семью гражданами. Почти все они в нулевые годы сказочным образом обогатились. Речь идет прежде всего о совладельцах Банка России Юрии Ковальчуке и Николая Шамалове. До того, как Путин пришел к власти, Россия был маленьким питерским банком с размером активов менее 1 миллиарда рублей, не входившим даже в сотню крупнейших российских банков. Однако впоследствии под контроль этого банка решениями государства были переданы по заниженным расценкам крупные финансовые и медийные активы, ранее принадлежавшие государственной компании «Газпром». «Газпром. Национальное достояние». В 2004 году под контроль структур Банка Россия перешло страховое общество газовой промышленности «САГАЗ». Одна из крупнейших страховых компаний России. 50% акций «САГАЗа» были проданы «Газпромом» за 58 миллионов долларов, тогда как в настоящее время стоимость «САГАЗа» 2 миллиарда долларов. В августе 2006 года «САГАЗ» купил 75% плюс одна акция компании «Лидер», управляющей пенсионным фондом «Газпрома» «Газфонд». «Газфонд» – крупнейший негосударственный пенсионный фонд страны, пенсионные резервы которого составляют сегодня почти 300 миллиардов рублей. Сумма сделки всего 880 миллионов рублей. Хотя по итогам 2006 года только чистая прибыль «Лидера» составила 1 миллиард 200 миллионов рублей. Но самое интересное то, что продавал акции «Лидера» структурам Банка Россия по заниженной цене президент «Газфонда» Юрий Шамалов, сын того самого Николая Шамалова, акционера Банка Россия и одного из учредителей кооператива «Озеро». К апрелю 2007 года под контролем Банка Россия оказался один из крупнейших банков страны – «Газпромбанк», рыночная стоимость которого – около 25 миллиардов долларов. «Газпром» передал акции этого банка через схему безденежного обмена акций, без проведения аукциона. При этом «Газпром» не получил ни копейки живых денег за ценный актив. Вместе с «Газпромбанком» под контроль друзей Путина перешли телеканалы НТВ и ТНТ. Все эти сделки получали одобрение Совета директоров «Газпрома», большинство в котором в нулевые годы всегда принадлежало представителям государства, получавшим директивы по голосованию от Путина. Да, «Газпром» сегодня – это компания с контрольным пакетом государства. Общий объем выведенных из «Газпрома» активов, то есть выведенных из государственной собственности в частную собственность в соседей Путина по кооперативу «Озеро» составляет около 60 миллиардов долларов. Для сравнения, бюджет Волгоградской области на 2011 год – чуть более 2 миллиардов долларов. Путинские дружки за годы его правления стали долларовыми миллиардерами, причем ничего плохого в этом нет, что если ты разбогател, но все они разбогатели за счет государства, за счет государственной собственности. Учредители кооператива «Озеро» Ковальчук и Шамалов вошли в официальный список российских миллиардеров. Согласно рейтингу журнала «Финанс», Ковальчук занимает 115-ю строчку с состоянием 30 миллиардов рублей. Шамалов – 184-ю, у него 18 миллиардов рублей. На 182-й строчке с состоянием 18 миллиардов рублей Дмитрий Горелов, еще один акционер Банка России и давний бизнес-партнер Путина. Сын Дмитрия Горелова Василий вместе с Николаем Шамаловым является совладельцем Выборгского судостроительного завода, который в 2006 году, сразу после того, как был приобретен этой группой владельцев, получил от «Газпрома» подряд стоимостью 59 миллиардов рублей. До этого завод никаких серьезных заказов на протяжении 10 лет не имел. Состояние еще одного акционера Банка России, двоюродного племянника Путина, Михаила Шеломова, составляет более 9 миллиардов рублей. Конечно, эта цель – это благосостояние народа. Первый совместный бизнес Путина и Тимченко начался в 1991 году, когда будущий президент работал заместителем Собчака и возглавлял департамент внешнеэкономических связей. Я уважняю на Тимченко, знаю давно, с периода работы в Петербурге. В то время мэрия Петербурга получила право продавать металлы и нефтепродукты на экспорт в обмен на продовольствие. Была создана компания «Голден Гейт», учредителями которой выступили Департамент внешнеэкономических связей, то есть Путин, и структуры господина Тимченко. Вскоре компания продала 100 тысяч тонн нефтепродуктов. По нынешним ценам это около 70 миллионов долларов. Однако никаких продуктов в Петербург не поступило. Доллары были заключены бог знает с какими фирмами. Фирмы были явно совершенно подставные однодневки, лицензии. Тимченко выдавались нашим питерским комитетом по внешнеэкономическим связям, то есть Путиным. Они не имели права выдавать этих лицензий. И товары уходили туда за рубеж, а продовольствие не поступало. В 1999 году Тимченко эмигрировал в Финляндию. На тот момент он был никому неизвестным нефтетрейдером. Согласно данным финской налоговой инспекции, его доход составил лишь 327 тысяч евро. Но после прихода к власти Путина дела Тимченко резко пошли в гору. Уже в 2000 году он задекларировал полтора миллиона евро. В 2001 году – 5 миллионов. В 2008 году Тимченко попал в список долларовых миллиардеров журнала Forbes с состоянием 2,5 миллиарда долларов. В рейтинге российских миллиардеров журнала «Финанс» за 2011 год Тимченко уже на 17-й строчке с состоянием 8,9 миллиардов долларов. Причина такого стремительного взлета малоизвестного питерского бизнесмена кроется в масштабах экспорта нефти и нефтепродуктов. Будучи гражданином Финляндии и выплачивая налоги в Швейцарии, этот господин контролирует более трети экспорта российской нефти. Путин живет по простому правилу. Друзья – все, остальные – беспредел. Именно поэтому дружки стали долларовыми миллиардерами. Именно поэтому эмигрирующий Тимченко, ставший гражданин Финляндии, контролирует львиную долю российского экспорта нефти. Предельно важно подчеркнуть, что Тимченко продает в основном нефть государственных нефтяных компаний – «Роснефть» и «Газпромнефть», а также тесно связанного с правительством «Сургутнефтегазы». Начиная с 2007 года, через компанию Тимченко экспортируется от 60 до 90 миллионов тонн нефти с выручкой до 80 миллиардов долларов ежегодно. Вопросы экспорта госкомпаний – прерогатива президента и правительства. На каком основании именно Тимченко получил право экспортировать государственную нефть, еще предстоит выяснить. Кроме того, Тимченко вместе с Ковальчуком является одним из крупнейших акционеров Банка России, который контролирует наиболее ликвидные активы, когда-то принадлежавшие государственной компании «Газпром». Контроль над этими компаниями достался Тимченко практически даром. Изъятие активов из «Газпрома» на этом не закончилось. В 2010 году «Газпром» продал структурам Тимченко и Ковальчука пакет акций компании «Новотек» по цене более чем на миллиард долларов ниже рыночной. «Газпром» потерял 1 миллиард 200 миллионов долларов, а два близких российскому премьеру бизнесмена получили эту же сумму. Миллиард 200 миллионов поделен между Ковальчуком, Тимченко и Михельсоном. Летом 2011 года Путин подписывает распоряжение о передаче без конкурса на «Ватеку» под контрольным у Тимченко гигантских газовых месторождений на севере Ямала с запасами газа 2,4 триллиона кубометров. Этот объем эквивалентен экспорту российского газа в Европу в течение 18 лет. Своим распоряжением Путин грубейшим образом нарушил закон о недрах, 9-ю его статью, где говорится о том, что осваивать месторождение на шельфе имеет право лишь компании, контролируемой государством. Надо добиваться, чтобы строгое исполнение закона стало осознанной потребностью всех граждан России. Аркадий и Борис Ротенберге познакомились с Путиным еще в 60-е годы. Тогда они вместе занимались дзюдо. Однако спортивная юность и отрочество – не единственное, что связывает Путина и Ротенбергов. В нулевые годы братья стали крупнейшими поставщиками труб для «Газпрома» и основными подрядчиками при строительстве газопроводов. Купив практически по стартовой цене строительные активы «Газпрома», Ротенберги в 2007 году создали компанию «Стройгазмонтаж». А уже в 2008 году компания стала выигрывать один за другим тендеры на строительство газопроводов, благодаря чему «Стройгазмонтаж» за два кризисных года увеличил свою выручку втрое. Компания выиграла тендер на строительство «Северного потока». При этом стоимость работы оказалась в три раза выше, чем при строительстве аналогичных газопроводов в Европе, хотя зарплата наших рабочих в разы ниже, чем у европейских. Кроме того, без всякого тендера Ротенберги получили от «Газпрома» подряд на строительство эпохального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Цена строительства астрономическая – 210 миллиардов рублей. Олимпийский газопровод «Джука-Лазаревская-Сочи» стоимостью 22 миллиарда рублей тоже достался Ротенбергам без конкурса. Завышенные затраты государства на строительство газопроводов ведут к росту тарифов на коммунальные услуги. Я считаю, что коррупция – это уже не проблема. Я считаю, что коррупция – это система, которая угрожает государству России. Вот, например, цены растут из-за того, что растут тарифы на газ, коммунальные услуги. Тарифы на газ растут из-за того, что дружки Путина вынимают активы. Всем хорошо известна скандальная история, связанная со строительством платной трассы «Москва-Санкт-Петербург» через Химкинский лес, решение о строительстве которой было принято Путиным. Он игнорировал любые протесты общественности против вырубки леса. Теперь причина ясна. Подряд на строительство платной дороги стоимостью более 63 миллиардов рублей получили компании Ротенбергов. Господин Ротенберг и вот эта компания «Тройтрансгазмонтаж», пока так она называется, он стал владельцем этой компании несколько лет назад. И совершенно удивительным образом, сразу же, как после того, он стал владельцем, эта компания стала выигрывать миллиардные конкурсы у «Газпрома». До этого она их выиграть не могла. Но как только он стал владельцем, то тут же он выиграл. А еще он выиграл эту Химкинскую трассу, через Химкинский лес. По большому счету, это и есть коррупция. Это и есть коррупция, когда, опираясь на личные связи, ты получаешь доступ к неким преимуществам, которых лишены другие. За время правления Путина братья Ротенберги превратились из малоизвестных питерских бизнесменов в долларовых миллиардеров. По данным журнала «Финанс», в 2011 году общее состояние Ротенбергов достигло 3,5 миллиардов долларов. Конечная цель людей. Нужно, чтобы они были счастливы, чтобы их благосостояние росло. Российская правящая элита, вышедшая из худного советского детства и юности, со стервенением набросилась на предметы и атрибуты роскоши. Первые лица государства подают им в этом личный пример. В начале 2011 года в Сочи пришла новая, только что купленная управлением делами президента, то есть на деньги из бюджета, яхта представительского класса «Сириус». На яхте 6 ВИП-кают, ее длина более 50 метров. На «Сириусе» к услугам главы государства, винный погреб, кают-компания с панорамным видом на море, спа-бассейн с водопадом и прочие удовольствия. Обычная норма расходов на содержание такой яхты 10% ее стоимости в год, то есть 120 миллионов рублей, что эквивалентно среднегодовой пенсии 1200 российских пенсионеров. Незаслуженно бедно живут пока многие наши пенсионеры и ветераны. Чем дороже яхты, тем беднее пенсионеры. У короля Бельгии яхта стоит 4 миллиона 600 тысяч евро, у президента Финляндии около 2 миллионов евро, а королева Великобритании и президент США и вовсе яхт не имеют. Кроме яхты «Сириус» в распоряжении главы государства есть старый советский теплоход «Россия». Стоимость его модернизации в 2005 году составила более 30 миллионов рублей. В 2003 году был куплен вип-катер «Буревестник» стоимостью 90 миллионов рублей. Вся внутренняя отделка на нем выполнена из особого сорта красного дерева «Махагон-Гондурасский». Надо Путина немедленно отправлять в отставку, потому что он уже засиделся. И недаром весь мир старается идти к ротации власти. Надо проветривать кабинеты, надо вычищать их от абсолютно забронзовевших, обнаглевших и проворовавшихся людей. Подлинным бриллиантом Кремлевской флотилии можно назвать роскошную мегаяхту «Олимпия». Это 57-метровое пятипалубное судно стоимостью около полутора миллиардов рублей. Ежегодные расходы на эксплуатацию «Олимпии» составляют около 150 миллионов рублей. Яхта построена по королевским стандартам. Многочисленные источники указывают на то, что подарил Путину «Олимпию» миллиардер Роман Абрамович. Надо отдать должное, Абрамович его не пожадничал. В августе 2011 года именно на этой яхте «Путин и Медведев» прибыли к дворцу Путина на берегу Черного моря. В распоряжении тандема «Путин-Медведев» имеется мини-флотилия из роскошных яхт и катеров в количестве 4 единиц, общей стоимостью более 3 миллиардов рублей, содержание которых обходится в сотни миллионов рублей ежегодно. Проблемы качества бюджетных расходов у нас являются первостепенными. Мы должны существенно в разы повысить эффективность бюджетных расходов. Когда вот сейчас люди начали смотреть реально то, что происходило за последние годы, они увидели и осознали, что их обокрали просто. Тривиально обокрали. Полная нищета с одной стороны, и рядом же дворцы. На какие деньги? За счет кого все это сделано? Официально у двух первых лиц государства пять загородных резиденций и еще 11 объектов, служащих для отдыха и мероприятий. Среди них Горки-9 в Подмосковье, Константиновский дворец, он находится под Санкт-Петербургом, Дом Севастьянова в Екатеринбурге, Мейндорф, замок в готическом стиле на Рублевском шоссе в Подмосковье. Многие из резиденций годами пустуют, но при этом огромные средства идут из бюджета на их содержание, охрану и постоянную готовность принять хозяев. Помимо этих 16 объектов, в Ивановской области идет строительство новой роскошной резиденции, ради которой закрывают туберкулезный санаторий на 450 человек. На территории Кавказского заповедника на склоне горы Фишт в Адыгее незаконно строят горнолыжный комплекс «Лунная поляна». Безнаказанность, бесконтрольность, вседозволенность ведут к такому вот шикарному образу жизни. Знаете, как говорят, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Владимир Путин за эти 10 лет стал крайне развращен властью, деньгами, богатством и роскошью. Предприниматель Сергей Карпов подсчитал, что строительство и содержание всей инфраструктуры роскоши для тандемократов обошлось российскому обществу в 164 миллиарда рублей. Это три годовых бюджета такого крупного региона, как Алтайский край. Чем больше резиденции у правителей, тем ниже зарплата у рядовых граждан. В Италии у первых лиц государства три загородные резиденции. В Германии и США по две. С доходами у граждан России не так хорошо, как с дворцами у тандемократов. У нас очень много проблем с доходами граждан. В конце 2010 года бизнесмен Сергей Колесников, прежде близкий к друзьям Путина, написал открытое письмо о том, что на берегу Черного моря для личного пользования Путина строится роскошный дворец стоимостью более 1 миллиарда долларов. Дворцовый комплекс оформлен на Шамалова, который является ближайшим другом Путина. А финансирование строительства дворца осуществляет компания «Росинвест», в которой конечным бенефициаром на 94% акций является премьер-министр Путин. Решение о строительстве дворца было принято еще в 2005 году. Документы готовились и подписывались управлением делами президента. Контроль за строительством и охрану дворца осуществляет Федеральная служба охраны России, которая обеспечивает безопасность только первым лицам государства. Аналогичная мутная история разворачивается вокруг строительства нового дворца на территории природного заказника «Большой Утриш». В общей сложности с Путиным и Медведевым связывают использование 26 объектов роскошной недвижимости, строительство и содержание которых оценивается в 164 миллиарда рублей. Эти господа могут только одно – обворуют опять миллионы людей, набьют себе карманы, но сделают это с присущим обычным блеском и цинистом. В этом никто не сомневается. За время правления Путина его коллеги по КГБ и Питерской мэрии, их дети и родственники взяли под контроль практически все командные высоты и в государственном управлении, и в важнейших отраслях экономики. Сергей Иванов В конце 70-х работал в одном подразделении КГБ вместе с Путиным. Сейчас – глава администрации президента. Игорь Сечин В начале 90-х был в непосредственном подчинении Путина. Ныне – вице-премьер, курирующий нефтегазовый комплекс и энергетику. Руководитель Федеральной таможенной службы Беленинов, 80-е, в качестве сотрудника КГБ работал в ГДР, где познакомился с Путиным. Министр связи Щеголев в КГБ работал в конце 80-х. Директор Федеральной миграционной службы Рамадановский и министр внутренних дел Нур Галиев, также выходцы из КГБ. Не забывает Путин и про своих сослуживцев по Санкт-Петербургу. Дмитрий Медведев, Виктор Зубков и одиозный председатель Центральной избирательной комиссии Чуров – все они были подчиненными Путина в мэрии Санкт-Петербурга. Дмитрий Козак – также коллега Путина по Питерской мэрии. Клан Путина занял лидирующие позиции во всех ключевых отраслях российской экономики. О Тимченко, братьях Ковальчуках и Ротенбергах мы уже рассказали – в предыдущих частях Путин – коррупция. Но это далеко не все. Подчиненный Путина по мэрии Санкт-Петербурга Миллер руководит «Газпромом». Крупнейшие банки страны возглавили коллеги Путина по КГБ. «Газпромбанк», «Внешэкономбанк», «ВТБ». Эта система не допускает потока новых кадров, останавливается кадровый лифт, нет новых идей, нет модернизации, есть стагнация. Потому что нет конкуренции и лояльность, преданность корпорации важнее, чем эффективность менеджмента. Гигантской госкомпании Ростехнологии, в которую входит 439 предприятий, руководит Сергей Чемизов. Это давний друг Путина, еще сослужив в ГДР. Там они оба работали по линии КГБ. Чекист Николай Токарев – президент компании «Транснефть». Главный талант этого господина, видимо, заключается в том, что в Дрездене он жил с Путиным и Чемизовым в одном доме. Без дела не оставленные родственники. Двоюродный брат Путина – Игорь, вице-президент мастер-банка. Двоюродная племянница Путина – Вера, член совета директоров Ганзакомбанка. Старший сын Сергея Иванова – Александр, зампред Внешэкономбанка. Младший сын Иванова Сергей возглавляет страховое общество «Солгаз». А заместителем у него работает племянник Путина Михаил Путин. Сын Патрушева Дмитрий – председатель правления Россельхозбанка. Группировка Путина, которая включает в себя выходцев из КГБ, Питерскую мэрию, кооператив «Озеро», контролирует целые отрасли российской промышленности. А именно, практически всю газовую промышленность, практически всю нефтяную промышленность. Очень много предприятий военно-промышленного комплекса, большое количество предприятий металлургии, практически весь банковский сектор. Британская The Sandy Times подсчитала, что за время своего правления Путин создал империю стоимостью 130 миллиардов долларов. Клан Путина, состоящий из его друзей и родственников, занимает первое место в рейтинге самых богатых мафиозных семей мира. И, конечно, коррупция, клановость – это беда не только и у России, унизительная для нашей страны и для достоинства наших людей ситуация. Мы должны искоренить фундаментальные причины, порождающие коррупцию. И, конечно, мы должны обеспечить неотвратимость наказания за любое коррупционное деяние. Мы вместе проделали большую работу. Мы будем и дальше наращивать борьбу с преступностью, коррупцией. Высшая российская элита, включая никогда не работавших в бизнесе госслужащих, любит сверхдорогие хронометры. Лидером по количеству дорогих часов является Путин. В 2009 году он дважды одарил простых россиян часами со своей руки. Повезло сыну тувинского пастуха и слесарю из Тулы. Оба раза это были бланпан акваланг стоимостью 10,5 тысяч долларов каждые. В 2010 году на месте строительства Нижнебурейской ГЭС он бросил в жидкий бетон еще одни такие же часы. Так, за короткое время премьер легко расстался с часами общей стоимостью более миллиона рублей. Но это еще не все. Сейчас Путин носит уже четвертый бланпан акваланг. На руке Путина были замечены также и более дорогие экземпляры часов. Например, Патек Филипп из белого золота за 60 тысяч долларов. Но настоящая сенсация в том, что руководитель далеко не самой богатой страны является обладателем часов за 500 тысяч долларов. Это часы Ланге-Унзоны Турбограф. Ремешок из кожи крокодила, стекло из сапфира и корпус из платины могут скрасить тусклые будни любого раба на галерах. Для сравнения, часы президента США стоят 200 долларов. То есть в две с половиной тысячи раз дешевле, чем часы президента России. Цена часов президента Франции Франсуа Оланда еще ниже – 150 долларов. Помимо этого, у Путина есть еще около десятка дорогих хронометров. Среди них Патек Филипп за 18 тысяч долларов, Бреге за 15 тысяч долларов, а также Бланпан за 10 тысяч долларов. Все это вместе стоит больше 22 миллионов рублей. Официальный годовой доход Путина – 3 миллиона 662 тысячи рублей, то есть в шесть раз меньше стоимости его наручных часов. Господин Путин был категорически против ратификации 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции, где говорилось о том, что все имущество, которое приобрели чиновника сверх своих доходов, должно быть конфисковано. И вот когда Государственная Дума, подконтрольная Путина, ратифицировала эту Конвенцию, вот эту 20-ю статью изъяли. Колоссальная коррупция стремительно толкает Россию в третий мир. Нужно самовынимательным образом обратить наши взоры на необходимость продолжения борьбы с коррупцией. Продолжение следует...